Что такое направленный удар? Если вы рассматриваете кривую у равняется 1 деленная на х то вы можете взять такие вот штучки числа 1, 2, 3, 4 и так далее значит кривая все ниже, ниже, ниже вот это вот отрезок, например, высоты 1,5 следующий будет высоты 1,6 и так далее и вы можете задать себе такой вопрос вот если нас интересует площадь фигуры которая состоит из прямоугольников такой величины 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 то вот эту величину давайте обозначать аж шестое ну и соответственно ажин это сумма всех чисел 1, 1, 2, 5, 1, n так вот нас интересуют такие числа и давайте посмотрим вот площадь от единицы до 6 обозначается интеграл от единицы до 6 натуральный логарифм до 6 вот это, собственно говоря, определение натурального логарифма для любого натурального числа n то есть я напоминаю, что если у нас любое число здесь стоит х, не обязательно даже целое больше единицы то натуральным логарифмом является площадь такой штуки замечательно если же число х у нас больше нуля и меньше единицы то надо взять такую площадь только за знак минус то есть натуральный логарифм числа которое меньше единицы, но больше нуля это отрицательное число отлично в прошлый раз мы доказывали равенство натуральный логарифм произведения это сумма натуральных логарифмов и давайте сейчас попытаемся какую-нибудь пользу, собственно говоря, получить из этого графика потому что не зря же мне все-таки эти самые логарифмы вводя от того, чтобы это сделать давайте подумаем вот о чем господа вот насколько отличается сумма таких гробей от площади на самом деле более-менее понятно насколько отличается отличия это вот эти вот выступающие штучки так вот Леонард Эйлин догадался сделать следующее он догадался сумму площадей вот этих штук только взятую до бесконечности он догадался ее обозначить буквы и с тех пор это называется постоянная эйлира постоянная эйлира я ее буду обозначать буквой гамма хотя есть разные варианты некоторые люди обозначают это по-другому но не суть, дело не в том, как ее обозначать а суть в следующем что если вы посмотрите теперь на hn и на натуральный логарифм любого числа то вы можете записать очень понятную вещь что hn это есть логарифм n плюс число вот этого постоянная эйлира только минус те штучки здесь вот у меня смотрите 6 входит а постоянная эйлира это до бесконечности а они не нужны значит надо вычесть маленькое число вычесть какое-то маленькое число как записать что-то маленькое число и в каком смысле оно маленькое а вот в каком смысле если посмотреть на все эти штучки то они очевидно меньше чем прямоугольные значит объясняю почему потому что все без исключения вот такие фигурки можно при помощи параллельного переноса запихнуть в такой все кроме этих шести можно запихнуть в прямоугольник площади 1 шестая все кроме первых n в прямоугольник площади 1 шестая то есть вот это маленькое число обладает таким свойством оно меньше чем 1 n ну если честно если посмотреть то можно даже точнее оценку сказать не в этом сути суть в том что вот это вот число это вещь которая по сравнению с 1 n является величиной небольшой так вот ребята для этой математики есть специальное обозначение которое в теории чисел используется очень часто на самом деле обозначение 2 о маленькое и о большое то есть вот вот вот